Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог! Сегодня я вам покажу, как мы живем. Приведу вам такую мини-экскурсию по нашей террасе. Тем более мы отсюда съезжаем уже очень скоро, поэтому милости прошу к нам в гости. Ну что же, вот она, черная дверь. Вся терраса черная, внутри она белая. Вот мы заходим. Оп, я закрываю дверь и оказываемся в таком длинном коридоре. Террасы все, как правило, темные. Ну вот такие они постройки, темные, мрачноватые. Мой муж называет их курятниками. Ну вот, почему бы не пожить в курятнике один год? Мы решили попробовать. Неплохо, нам понравился этот опыт. Но теперь хотим что-то другое попробовать. Значит так, вот такой длинный коридор с такой красивой аркой. Я прошу с улицы. Здесь наша обувь. Честно говоря, мне не нравится, что она здесь стоит. Но я, честно говоря, не знаю вообще, куда ее ставить. Поэтому пусть стоит здесь. Вот эта комната, это комната нашего сына. И я вам не буду ее показывать, потому что это его личное пространство. Когда-нибудь захочет, покажет сам. Здесь вот такая красивая арка с такой лепниной. Я думаю, лепнина это была здесь со времен постройки этой террасы. Потом, конечно, здесь все очень конкретно переделали. Очень сильно. Я не знаю, хорошо ли это или плохо. Но я не хозяин. Я не хозяйка. Не мне судить. Вот мы проходим. Такой дальше идет коридорчик. Здесь ванна, там комната, второй этаж. Покажу вам, что здесь. Это с виду такой шкаф. Но это на самом деле не шкаф. Это моя лондрия. Прачечная. Прачечная. Здесь сушилка для белья. Здесь машина. Дальше здесь всякие чистящие средства, порошки, тряпочки. Тут же интернет. Тут же какие-то лампочки. В общем, все в проводах. Элвиса туалет. Ну, в общем, такой. Не люблю заострять на этом внимание. Дальше пройдемте давайте в первую ванную комнату. На первом этаже это комната нашего сына. Потому что здесь его комната. И это ванная, соответственно, тоже его. Но если мы хотим принять ванну, мы, конечно же, сюда приходим. Вот такая ванна с его игрушками, с его какими-то тюбиками и так далее. С его маленьким бардаком. Куда без этого. Вот его раковина, его принадлежности, щетки, кремики, термальную воду он очень любит. Здесь его расческа, лягушка. Укладывающее средство, средство для укладки волос. Он сейчас подстригся и вот укладывается. У меня вот этот Кевин Мерфи. Дальше средство SPF 50. Очень хорошее. Это такое наша австралийская компания делает. Очень хорошо пахнет кокосом. Всем привет, это я опять. Здесь маленькая записка. Элвис хочет кушать и какать и писать в чистоту. Потому что Элвис это прежде всего кот нашего сына. Это был подарок ему на день рождения. И сын, он очень хорошо за ним ухаживает и заботится, прибирается и так далее. Но иногда, конечно же, забывает. Поэтому мы вот повесили ему такое напоминание. Вот здесь его еда. И вот там туалет. Здесь как бы еще один туалет. Уже не Элвиса. Вот такая маленькая полочка с таким вот окном в никуда. Там просто, знаете, между двумя террасами такое пространство. Ты туда даже ничего не можешь поставить. Даже велосипед крупный. Дальше еще одна маленькая записка. Кто знает английский, поймет. Это такая чисто для мальчиков записочка. Личной гигиени. Здесь чистящие средства. Я предпочитаю органические чистящие средства. Потому что если это не органик, у меня, честно говоря, очень сильно болят глаза. Покраснение прямо. Может на коже появиться зуб. Ну, короче, я люблю вот органическое что-то. Вот так. Здесь вот такая липкая. Это мой сын сделал. Такая скульптура. Я такая гордая мать поставила ее в туалете. Дальше здесь его какие-то мини-игрушки. Вот такой пистолет. Кто видел фильм, не фильм, а мультфильм Despicable Me, понимаете? Ну, в туалете ему, конечно, самое место. Выходим из ванны. Такая хорошая ванна. Большая. Здесь вытяжка. Вот эта вот лампа. Вот эта. Это обогревающая лампа. То есть, когда очень холодно, утром ты ее включаешь, и она прям греет себя. Очень приятно. Пойдемте дальше. Здесь у нас висит Panasonic. Такая типа камера. Мы видим все, что творится на улице. Если вдруг кто-то к нам захочет прийти, мы все увидим, все запишем. Ну, на самом деле бесполезная вещь. Мы никогда ей не пользуемся. Здесь еще одно такое помещение. Грёсика. Помещение, куда мы складываем всякие вещи. Дальше мы идем наверх, 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 наверх. Это будет второй этаж. Но я вам хотела сначала показать первый этаж. Это как бы вот основное помещение, где мы живем. Здесь кухня и здесь комната, где мы смотрим телевизор, где мы кушаем, где мы принимаем гостей, тусуемся, танцуем и так далее. Ну, начну, наверное, давайте с кухни. Кухня – это как бы сердце дома. Я люблю проводить время на кухне. Ну, тем более, это даже кухня сложно назвать. Она не разделена. Она как бы часть всего помещения. Поэтому мне нравится. Это очень весело. Ну, что тут? Стоит вот такой эвкалипт. У нас уже месяц. Муж мне не разрешает его выкинуть. Говорит, что он ему нравится. Он уже засох, пересох. Ну, все равно стоит здесь. Я как бы согласна. Пусть стоит. Дальше давайте откроем вам пару шкафов. Здесь у нас стоят бокалы. Я люблю красивые бокалы, кстати. Такие вот разные. У нас много старинных бокалов. Ну, люблю, короче. Здесь у нас стоят посуда, тарелки, салатники. Всякие какие-то маленькие соусы для соуса. Вот такие штучки. Я люблю посуду или черную, или белую. Ну, или серую, в крайнем случае. Цветную не очень люблю. Потому что, мне кажется, красиво можно сервировать именно на черный или на белый. Ну, это мое такое мнение. С ним не обязательно соглашаться. Дальше раковина. И здесь вот такое тоже мое окно продолжается, которое было у сына в ванной. Оно никакое не окно, на самом деле, как я уже сказала. Это как бы там ничего нет за ним. Просто такой маленький гэп, маленькое такое пространство между террасами. И что у меня здесь лежит? У меня здесь, как у настоящих ведьм, лежит сосушенная лаванда, свечи. Какие-то колбочки. На самом деле, лаванду мне роза подарила уже давно. Мне нравится, как она тут стоит. Свечи я обожаю. Просто мед, обожаю пчелиный воск. Это вот из пчелиного воска свечи такие. Они очень ароматные. Если мы говорим о пчелином воске, а мои самые любимые штучки, вот такие тряпочки, пропитанные пчелином воском. Я не знаю, в России продаются такие тряпки. Я их обожаю. Из них можно даже вазу сделать. В общем, они держат форму. Вы туда можете и сэндвич завернуть. Я заворачиваю туда овощи или фрукты. И на них не появляется мошек. Ну, мне нравится так хранить. Помидоры, яблоки. Кстати, помидоры не рекомендую хранить в холодильнике. По своему опыту знаю, что они от этого теряют свой вкус и аромат. Всегда, всегда у нас помидоры лежат только так. Лавровый лист, чеснок. Самый главный мой кухонный друг, это вот этот вот жираф. Мне его муж и сыном подарили. Я уж не знаю, где они его купили. И он такой высокий, такой... Он никуда... Его нельзя никуда поставить. Ни на один шкаф он не влезает. Шляпку ему отрывать не хочется. Поэтому я его поставила сюда. И мне очень нравится, как он здесь смотрится. Дальше здесь еще есть такая вот девочка. Она из антикварного магазина. У нее уже два или три раза отваливалась голова. Я ее приклеивала. Я ее никогда-никогда не выброшу. Мне она очень нравится. Такая моя милашка. Дальше что здесь? Еще помидоры черри, которые мы сыну даем на ланч в школу. Тоже не в холодильнике. Ну, всякие взбивалочки, палочки, ножницы, половник. Хотя я редко готовлю суп. Ну, всякие масла, табаско, соль, перец, досочки. Ну, как у всех. Кстати, хлебница. В ней вообще не портится хлеб никогда. Давайте покажу вам вот этот вот ящичек. И здесь у меня, у нас чай, кофе, потанцуем. Всякие разные-разные-разные чашки. Красивые. Ну, мои самые любимые, как вы знаете, вот мумитроли. Здесь их очень много. Вот ряд. Вот ряд. Потом там еще ряд. В общем, мумитроли я очень люблю. Кофе, чай, вот эти вот растворимые витамины. Матрешка. Шоколад. Виджемайт. Кто знает, что такое виджемайт, напишите. Это прям такая чисто австралийская тема виджемайта. Странная вещь. Дальше идем. Холодильник. Холодильник модный. Холодильник желтый, красивый, нарядность. Сильный, но очень маленький. Ну, с одной стороны, это хорошо. Меньше будем жрать. Дальше на холодильнике здесь Неспрессо де Лонге. На нем стоит стульчик. Мне муж вчера сделал, потому что де Лонге кончилось. Осталась вот одна капсула. Надо купить еще. Я в основном варю кофе. Мне больше нравится свежесваренный кофе. Но когда утром, например, я отвожу сына в школу, времени варить кофе нет. Поэтому Неспрессо это просто выход. А здесь вот на подносе у меня стоит розовый заяц. Огромный дуршлаг, который не влезает ни в одну тумбочку. Вот такие вот чашки. Из этих чашек, кстати, очень классно пить. И вот это, это такие старинные скульптурки. Ну, не скульптурки, это соль, перец, железные. Они немецкие, очень старые такие эмиши. Соль, перец и вот это вот, это пепельница. Мне они так нравятся. Не знаю почему. Красивые. Вот такая кухня у меня. Дальше идем. Вот, что мы видим. Мой шкаф. Я так говорю, все время мой. Все наше, наше. Не только мои, наши. Давайте начнем, наверное, с верхнего ряда. Здесь сидит мой медвежонок. Это старинный медвежонок. Мне муж его привез когда-то из Лондона. Вот он со мной путешествует. Книжки по стилю, гиды по магазинам. Козлик фарфоровый. Страусиное лицо очень тоже пригодится всегда. Дальше идет книга, книги с шампанским. Олимпийский медведь. Фарфоровый мальчик. Тоже старинный немецкий. Книги у меня микс. У меня тут и русские книги, и книги на английском. Есть очень красивые, старинные книги. Вот эта вот книга Пушкина. Вот эта Пушкин. Она вообще мое сокровище. Это книга моего дедушки из их библиотеки. У них была бесподобная, шикарная библиотека. Часть книг сейчас хранится у мамы. Но привезти их, к сожалению, я не знаю, возможно ли. Потому что очень большой формат книг. Они очень толстые. Не знаю, посмотрим. Это я. Я никогда, кстати, в детстве не улыбалась на фото. Дальше еще книги. Париж, Гришковец, Вуди. Ваши дети любили Вуди? Вот у нас Вуди теперь здесь сидит. Вот он, Тимофея Вуди. А следующее, вот видите, уже русские книги пошли. Опять английские. Мураками много. Я люблю Мураками. В свое время прочитала его всего. Но все равно иногда возвращаюсь. А свечка Сантал, 26 отлила бы. Иногда зажигаю. Хватает 5 минут, чтобы просто вся-вся-вся терраса благоухала. Дальше будет такая арт. Полка. Здесь вот эта картина. Мы ее давно-давно купили с мужем в Праге. Здесь лежит Митсука, девочка. Здесь вот такой камушек улыбающийся. Это мне мой сын подарил. Книги по интерьеру, по искусству. Опять Мураками на английском. Мой самый любимый художник Ротко. И моя самая любимая Донна Тарт. Ваза. Книга просто вот, которая... У меня был тяжелый жизненный период и помогла мне «Темная башня» Стивена Кинга. С тех пор я всегда... Вот она со мной. И дальше еще книги и журналы. Я люблю журналы. Люблю британский ВОК очень сильно. И люблю альтернативные издания, такие как «Канада», «Лав». В общем, классно, классно. Всегда вдохновляюсь. Всегда какие-то новые идеи ко мне приходят, когда я смотрю модный журнал. Дальше идем сюда. Вот такая комната. Здесь у нас наш бархатный диван. Два жестовских подноса. Я... Мне почему-то в последнее время так нравятся жестовские подносы. Даже мы их решили повесить. Диван бархатный очень красивый. Но я каждый день почти его чищу роликом, потому что он весь в Элвиса шерсти. Это меня очень сильно напрягает. Дальше у нас здесь такой кобелен. Наверное, видели в моем видео. Я его очень люблю. Старинный из Бельгии. Очень классный. Очень красивый. Гобелен. Ну что, телевизор, компьютер, лампа и слоник. Телевизор подключен к компьютеру. Мы смотрим кабельные каналы через компьютер. Так проще. У нас мы купили в Эппл такой специальный кабель. Очень удобно. Дальше вот эта вещь. Это хитр. Газовое отопление, если можно так назвать. Переносное. Вы подключаете газу и прогреваете все свое помещение, когда холодно, когда зима. Дальше разбор полетов. Валяется корзина, валяется Элвис. И валяются кроссовки моего мужа, которые всегда здесь валяются. Элвис. Элвис. Ну, он вас приветствует. Здесь у нас такой маленький, как бы, ну не знаю, дворик бетонный. Мы там живем, проводим много времени летом. Сейчас там такая разруха. Листва. Не очень красиво. Я не буду с вами туда идти. Дальше здесь вот соседние террасы. Сейчас вот котов нету на крыше. Но в основном здесь вот на этой крыше сидят очень многие соседские кошки и разговаривают. Моя лампа, мой шкаф, корзина очередная. Вы уже поняли, я очень люблю корзины. Шкаф обожаю тоже. Мне нравится в нем все. Я храню в нем свои духи. Но сейчас показывать, девочки, не буду. Будет скоро видео на эту тему. Хранение духов покажу уже в нем. Здесь у меня хранение моих украшений, сережек, бусиков. Ну, опять-таки, игрушки какие-то и брошки. Ну, дофига всего. Если хотите видео на эту тему, то, пожалуйста, сделаю. Напишите в комментариях. А в нижних полках у меня мои тетради и всякие такие художественные дела. Не буду показывать. Мое кресло. Я люблю это кресло. Очень удобное. Здесь у меня всегда на этом слонике стоят какие-то кремики. Крем для рук, бальзам для губ и так далее. Сумка, старинный стул. Здесь еще один такой шкаф. Мы его открываем. Мой любимый Дайсон. Мой самый главный друг в уборке. И вот здесь такой кабинет, где хранятся всякие сыпучие продукты. Конфеты тоже, кстати. Сыпучие продукты. Всякие, знаете, банки. Вот такие. Ну, ничего особенного, короче. Морковки, картошки и так далее. Ну что, закончили, наверное, с этой комнаты. Самый главный. Самый основной. Халаемся по прекрасной белоснежной лестнице наверх. Когда мы снимали только эту террасу, мне показалось, что это такой шик. Знаете, белоснежная лестница. Но сейчас, по факту, я ее просто ненавижу. Я каждый день ее протираю. Не люблю это дело. Но иначе она вообще все грязна. В общем, я расстраиваюсь от этой лестницы. Мы пришли на второй этаж. И здесь уже наша ванная комната с мужем. Здесь нет ванны. Здесь душевая кабина. Все санузел. Вот наша раковина. Здесь все продукты, которыми я сейчас пользуюсь. Весь мой уход. Это филорга. Чуть-чуть дранкелефан. Чуть-чуть овен. Филорга мне пока очень нравится. Рано еще говорить и делать какие-то выводы, делать видео. Но обязательно сделаю. Наши щетки. Которые я сейчас в основном пользуюсь. Не буду показывать, что там лежит. Моя полка. Две даже полки. Сейчас заострять на этом внимание. Напишите, если хотите, обзор на ванную комнату, на полочке, на хранение. Обязательно сделаю. Здесь у нас тоже крыши. Кусочек неба маленький. Обидно сегодня ни одного кота. Дальше тут моя девочка-плетянка. Помните таких куколок? Была у кого-нибудь такая кукла? У меня вот сейчас такая появилась. Здесь, опять-таки, органик, средство для очистки ванных комнат. Ну, здесь ванные принадлежности. Душ. Душ прикольный, кстати. Вот такой черный поливает хорошо. Кристоф Робен любимейший. Ну что, с ванной, наверное, все. Закончили. Проходим вот в эту маленькую комнатку. Девочки, сразу хочу сказать, что вот эта комната, это наша спальня. Я вам ее не покажу, потому что я считаю это очень личное. Ну, не покажу, короче. Не обижайтесь, пожалуйста. Покажу вот это. Это как бы моя гардеробная, что ли, наверное. Здесь моя одежда на рейле, которую я ношу прямо сейчас. В шкафу еще одежда. Но не буду вам открывать шкаф, потому что там бардак полный. Покажу, что здесь висит. Ну, так, слегка. Вот вывесила свой бомбер любимый. Это у нас Скарланд Теодор. Это такая австралийская марка. Ну, прикольный такой он кожаный. С авоськой хотела его носить. Он красивый, мне кажется, будет с этой авоськой. Дальше здесь сумки. Много сумок. Вот такая у меня сумочка девочки появилась недавно. Это компания Панам. Американская авиакомпания. Она сейчас уже не существует. И это вот коллекционная такая сумка. Именно вот Панамская. Панамская сумка. Очень классная. Мне очень понравилась отделка. Это не кожа. Это все кожзам. Но вот путешествовать, куда-то летать. Ну, мне вообще нравится эстетика авиакомпаний. Особенно вот этой Панам. Если кто видел фильм поймает меня, если сможешь, с Леонардо Ди Каприо, вот там как раз он летал по нам. Очень мне нравится. Рада, что купила. Нашла его тоже в винтажном магазине. Ее. В винтажном магазине. Вот эту юбку ни разу не одевала. Надо уже куда-то, наверное, надеть. Здесь моя соломенная шляпа. Корзина, естественно. Ну что. Всякие яркие сумки достала себе. Достала уже вот плащ. Думаю, уже скоро будет очень тепло. И можно будет носить. Здесь лежат мои платки. Обязательно, девочки, сделаю видео на все платки. Только погладить мне их надо. Никак вот у меня руки не доходят. Их погладить. Здесь вот в этих я очень часто хожу. Вот в этих вот змеиных тубах. Таких, как это называется? Полуботиночках. А вот в этих недавно ходила в гости. Ой, девочки, с непривычки. Чуть вообще себе все не переломала. Но это, конечно, эффектно. Сюда я положила свои кладчи такие узкие. Прямо вот так поставила. Очень, кстати, удобно. Ну и здесь всякие сумки. Там сумки. Здесь сумки. В общем, все такое девичье. Здесь у меня также в этом пространстве стоит очень красивая вот такая скамья. Это старинная скамья. Ну, как вы поняли, я очень люблю все антикварное. Вот такая у нее отделка. А я ее накрыла вот этим пледом, потому что тут все уже нужно менять. А менять ее нужно отдавать куда-то, наверное, все-таки к специалисту. Поэтому я вот так прикрыла, чтобы Элвис ее не испортил. Смотрите, как тут все красиво, какие резные ножки. Ой, бесподобно. Бесподобная красота. Короче. Ну и вот здесь сидит моя кукла Маруся. Знаете, мы когда работали в другом районе Сиднее, мы были соседями с магазином детских игрушек. Ну, я со всеми, естественно, там познакомилась. И вот у меня оттуда появилась Маруся. Она пахнет ванилью. Ну, я ее люблю. Вот такая вот лялька. В таких ботинках. Напишите, если у кого есть девочки, есть у вас такие куколки или нет. Сиднее они очень такие популярные, вот эти куклы. Лапушка моя. И картина тоже моя. Это был триптип. Было три таких длинных вытянутых картины. Две купили, и вот осталась одна. И, наверное, я ее уже никогда не продам, потому что... Ну, я в ней вижу себя. Это вот как бы олицетворение мое. Это вот девочка. Тем более у меня когда-то была тоже такая стрижка короткая. В общем, люблю ее, короче. Ну что, спускаемся вниз. Еще раз извините, что не показываю вам... Что не показываю вам нашу спальню, но, надеюсь, поймете. И вот тут Элвис прибежал. Элвис, что? Пел веса. Ну, на этой лестнице можно, конечно, что-нибудь себе сломать. Но надо всегда идти очень аккуратно. И тогда все будет хорошо. Ну что ж, я вам все показала. Я надеюсь, вам понравилось. Одна такая вот, эта терраса, знаете, она небольшая. Она компактная. Но есть в ней какая-то харизма, характер. Приятно было в ней жить, комфортно. Нам понравилось. Ну, будем переезжать, пробовать что-то новое. Я люблю вообще процесс переезда. Я просто вот кайфую. Мне нравится. Пишите, если вы тоже любите переезды. Как вам это все? С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.